В эфире программа «Один дубль» 52 серия Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои слушатели. Сегодня у нас... Какое число сегодня? 17 сентября 2018 года. Поэтому ровно год назад я был поставлен в митрополиты. С вами я, Павел Бегичев, митрополит старокатолической церковной провинции Святого Михаила Архангела и епископ Московского церковного округа, централизованной религиозной организации Евангелическая Лютеранская Церковь и Аугсбургского исповедания. И это 52 серия программы «Один дубль. Ответы пастыря». И мы с вами здесь занимаемся тем, что я отвечаю на ваши вопросы, а вы эти ответы слушайте. Отвечаю я одним дублем, без перезаписываний, как прямой эфир, только в записи. Ну что ж, сегодня изрядное количество вопросов прислано, поэтому, не откладывая дело в долгий ящик, надо бы начать, пожалуй. Но я снова и снова приглашаю братьев на учебную программу онлайн-центра подготовки проповедников. Мы учим проповедников, учим очень хорошо, все проверено временем, поэтому не тормозим, записываемся. Реквизиты для записи в описании к этому аудио. Ну а мы переходим к вопросам. Начнем, пожалуй. Михаил Семенов интересуется. Здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство. Снова решил обратиться к вам с вопросами. Первое. С Вашей точки зрения, какие молитвенные обращения не к Всевышнему, а, например, к святым, упований на этих святых и степени их почитания, разрешены допустимы, а какие будут являться скорее формами идолопоклонства? Наверное, я сформулировал плохо, но по-другому, к сожалению, у меня не получается. Вы плохо сформулировали, потому что по внешним признакам это довольно трудно определить. Идолопоклонство это дело такое сердечное. Ну, я думаю, что, разумеется, когда не Богу оказываются божеские почести, которых достоин только один Бог, это, безусловно, идолопоклонство. Вот. И в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, пока вы задаете какой-то сферический вопрос в вакууме. Нельзя сказать, что вот такие слова говори, а такие не говори. То, что прилично только Богу, то, что присуще только Богу, оно и должно быть только к Богу. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. То есть, вот нельзя вот такое почитание и такого рода поклонение никому из тварных существ воздавать. Второе. Если я ничего не путаю, то у вас на канале YouTube уже давно была выложена запись одной из лекций Пинха Саполонского под названием «Творческий вечер Пинха Саполонского». Я смотрел эту запись, но недавно мне нужно было снова посмотреть один момент. Я не нашел видео ни у вас на канале, ни вообще на YouTube. На сайте Luther.ru в посте, посвященном лекции, после нажатия на видео появляется надпись «Это видео недоступно». При попытке перейти к просмотру на YouTube, где оно выложено, просто открывается главной страницей YouTube. Можно ли восстановить это видео или смотреть его где-то еще заранее? Спасибо, заранее. Прошу меня простить, если что-то не так. Нет, я это видео убрал, удалил. И удалил я это по просьбе одного человека. Неважно кого. Да и сам я понял, ну, во-первых, оно уже очень старое. Во-вторых, оно не в тематике моего канала. Да и вообще, зачем? Нет, не вижу никакого... Я не вижу никаких резонов дальше это видео у себя держать. У меня не сохранился исходник этого видео. Я его, во всяком случае, тоже не нашел. Потому что этот вечер снимал я. Да, ну, обычно я делаю бэкапы видео, но, видимо, получился тяжелый файл, потому что долго это было. И я его не забэкапил, не сохранил. Ну, просто, опять же, я не вижу большой ценности в хранении этого видео. Вот, доктор Пинхас Полонский много выступает с подобными лекциями. Можно у него где-то, наверное. Надо его спросить. А я... Нет, у меня нет больше. Вот. Я иногда грохаю старые видео, которые мне кажутся потерявшими актуальность. Так, пойдем дальше. Сергей интересуется. Здравствуйте, Владыка Павел. Большое спасибо вам за эту рубрику и божьих благословений в этом труде. Мой вопрос возник в связи с вашей последней проповедью на Рождество Богородицы. Сразу оговорюсь, что я не противник этого праздника, как и почтительного отношения к Деве Марии. Однако некоторые аргументы по этому вопросу, мне кажется, крайне спорными. Свой вопрос я сформулирую бы так. Почему вы уверены, что слова благословенные между женами, Луки 1, 42, следует понимать глобально в смысле величия Марии в сравнении с прочими людьми? Ведь она не единственная женщина, кому были сказаны подобные слова. Вы знаете, единственные. Да. В священном писании единственные. Дальше вы приводите фрагмент из книги Судей, 5, 24, о Деворе, который в русском переводе тоже назван благословенной между женами. Судей, 5, 24, вот я открываю. И там стоит глагол ивлагео в аоресте пассивного залога желательного наклонения. То есть, это типичное благословение, аптатив так называемый. Это пожелание. Это не констатация факта. Это, ну, такое типичное пожелание гипертрофированное. Как мы людям там говорим, живи тысячу лет, дорогой. Мы понимаем, что ни один человек тысячу лет жить не может. И поэтому, когда, соответственно, Деворе адресовано это пожелание, мы понимаем, что она, ну, должна быть благословенной. Причем там стоит еще и предлог «эк генайкон». То есть, из женщин. Ну, как бы, пусть ты будешь выделена неким благословением из женщин. То есть, вот как раз каким-то особым просто благословением. И совсем другая форма. Ну, я цитирую, естественно, септуагинту. Вот. Ну, поскольку... Поскольку, как это говорится, да, еврейский глагол, он совсем другой немножечко, да. То есть, здесь, скорее, аспект имперфекта, потому что пуаль, значит, беньян этого глагола. Ну, да ладно, это не так важно. Вот мы смотрим на то, как евреи понимали этот глагол, когда они мыслили по-гречески. Потому что евреи же переводили септуагинту. Вот. А что касается Евангелия от Луки, о котором вы дальше пишете, Луки 1.42, то там стоит совсем, ну, там, в общем, совсем всё по-другому. Вот сейчас я открою Луки 1.42. Да, конечно, здесь глагол ивлагео стоит, во-первых, в перфекте. Вот аорист, это действие совершилось в прошлом, и там же оно, ну, то есть, оно закончено. А перфект, это действие совершилось в прошлом, и результаты его длятся по сей день. Тоже пассивный залог, естественно. Но обратите внимание, что здесь нет, значит, аптатива, да, то есть, вот этого желательного наклонения. Здесь вообще такого, да, то есть, здесь констатация факта. Благословенно ты не эк, да, то есть, не эк, не из жен, а благословенно ты в женах. Эн, дюнайксин, то есть, вот, дательный падеж. То есть, вот, ты благословенна в сфере женственности, да, вот, не просто как одна из женщин, самая благословенная по степени своей, а в женственности, вот, в женщинах, да, то есть, вот, здесь как раз намек на исключительность факт, да, то есть, во-первых, здесь идет констатация факта, это не пожелание, это констатация факта, это перфектный глагол, и это иная, скажем так, иные, ну, иное управление глагола, да, то есть, вот, одно дело, из женщин, ну, мы желаем тебе быть лучше из женщин. Другое дело, значит, вот вообще, вообще, во всей сущности женственности, вот в ней, да, благословенно ты. И это совершенно другая, конечно, конструкция. Я, значит, намеренно не стал смотреть книгу «Иудивь», не по-гречески, бесполезно, да, то есть, вот, на «Иврите», тем более, не стал не в «Вульгате» ее смотреть, ну, потому что «Иудивь», конечно, книга не каноническая, мало ли, что. Ну, при чем здесь исторические церкви, пишите «Иудивь», почитают? Ну, почитают, но не так же, как Деву Марию. Поэтому здесь, вот вы и пишите, что там, значит, сначала Иаиль захватила лидерство, потом ее обошла Иудивь, а потом Богородица заткнула их обеих за пояс. Ну, слушайте, здесь вообще не так все, конечно. Вот, буду очень рад услышать ваш комментарий. Прошу прощения за объем вопроса. Нисколько не возражаю, если вы не будете зачитывать его целиком. С уважением, Сергей. Спасибо за вопрос, Сергей. Я считаю, что я на него ответил. Значит, другой человек, вот теперь тот Сергей. Благодарю за ответы, ваше преосвященство, большим открытием, как для меня, так и для моих друзей-мусульман, стало то, что ислам и мусульманство одно и то же. Ну, вы так написали, я так и откомментировал. Вы следите просто за тем, что вы пишете. Вот и все. Вопрос один. Как известно, человек спасается верой в Иисуса Христа. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А вот если бы Господь проявлял себя в мире активнее... Звонок. Если бы Господь проявлял себя в мире активнее, не вел бы себя как джентльмен, по выражению Кураева. А, например, каждое воскресенье в небе в сопровождении ангелов появлялся Спаситель и произносил бы проповедь. Мы бы тогда не верили в Него, потому что мы бы точно знали о Его существовании и о Его божественности. Могли бы спастись? Если нет, как тогда могли спастись все те люди, которые знали Иисуса вживую? Знали, что Он Сын Бога Живого, апостолы и другие, или те, которым Он лично являлся? Вот, Сергей, у вас удивительная каша в голове. То есть, вы, похоже, проходили стажировку у философов-софистов. То есть, вы сделали все возможные логические ошибки ложного объединения, какие только можно сделать. Ну, вот, логическая ошибка ложного объединения, ну, пример ее. То есть, все атомы очень легкие. Все слоны состоят из атомов. Следовательно, все слоны очень легкие. Ну, слушайте, ну, вы сами не видите логической непоследовательности своих вопросов. То есть, вера есть уверенность в невидимом, а если мы видим Иисуса Христа, как же нам веровать в Него? Слушайте, ну, что вы, ну, то есть, вы серьезно задаете этот вопрос, что ли? Вот, серьезно? Вот, вот, действительно, я не могу понять. Мне кажется просто, что вы троллите меня, что ли? Ну, то есть, зачем вы задаете вопрос, ответ на который лежит на поверхности, и всякий второклассник, который в ладах с логикой формальной, ну, может дать на него ответ. Потому что, во-первых, вера, как уверенность в невидимом, всегда имеет свой невидимый объект. Люди, которые видят Спасителя, значит, и знают, что он Бог, они еще не видят будущей жизни, а, следовательно, в нее веруют. То есть, они еще не видят своего спасения, но веруют в Него. Более того, я вам даже скажу, вот тоже открою страшную тайну. Для того, чтобы точно знать о существовании Христа и о Его божественности, вовсе не нужно, чтобы Он являлся каждый день там в небе. Вполне достаточно священного писания и встречи с Христом в таинствах церкви. Вот, вполне достаточно. Более того, я вам скажу, что я точно знаю о Его существовании и о Его божественности. Вот, абсолютно точно. И я буду спасен. Потому что вера, в данном случае, уверенность в нем, уверенность в обетованиях, в невидимых обетованиях. С одной стороны. А с другой стороны, вера – это доверие личности, спасительная вера. То есть, вера, о которой говорит автор послания к евреям в 11 главе, и спасительная вера – это немножечко разные аспекты. Их нельзя ложно объединять. Это немножечко разные аспекты одного и того же существительного греческого, который звучит как «пистис» – вера. И поймите, да, то есть, то, о чем, та вера, о которой пишет 11 глава, значит, послание к евреям, и веруя в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Или Фома, да, то есть, который ему Христос говорит. Вот ты поверил, потому что увидел, блаженно не видевший, но уверовавший. Это вообще разные аспекты понятия вера. Вот Фома видел и уверовал. А есть люди, которые не видят и веруют. И причем здесь вообще 11 глава, послание к евреям и 2 стих. Вообще о другом. Ну, то есть, вы перестаньте меня троллить, пожалуйста, Сергей. Ну, правда, неловко. Я вас очень прошу. Вот. Пойдем дальше. Человек-служащий интересуется. Здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство. Пишет вам служащий. Три вопроса. И не сим только, но хвалимся и скорбями. Римлянам 5.3. Обычно хвастовство порицается, а здесь оно выглядит как достоинство. Что такое хвалиться и как это применять на практике. Ну, давайте откроем Римлянам 5.3. Боже мой. Вот там вообще стоит слово. Каухаумай. Хвалиться, хвастаться, тщеславиться. Вот. Вы поймите одну вещь. Вот само по себе слово обладает целым спектром значений. Это называется семантическое поле или семантический ареал. И спектр этих значений может быть как положительным, так и отрицательным и так далее. Вот, например, там есть слово похоть. Да, или вот такое страстное желание. Ну, такой известный глагол. Сейчас я уточню. Просто один текст, да, я его заранее не... Да, вот 1 Тимофею 3.1. Верно слово. Если кто епископства желает, доброго дела желает. И вот очень интересно. Кто... Орего, да, то есть вот кто к епископу стремится, доброго дела эпитумео. А вот эпитумея это вообще чаще всего эпитумея это греховное желание. Но вообще-то, да, то есть вот и, по-моему, даже среди дел плоти оно и обозначено. Но в зависимости от контекста, вот одно и то же слово... Ну, например, да, слово «страсть». Вот, есть слово «страсть» русское. Одно дело, если я испытываю страсть к юным девам, там, да, неодетым. Другое дело, если я испытываю страсть к проповеди Слова Божьего. Или ревность, да, ревность по Богу или по дому твоему снедает меня. А ревность, там, по отношению к жене, которая не дает тебе никакого повода, это, конечно, нехорошее нечто. И точно так же со словом «хвалиться». Да, в каких-то случаях похвальба запрещена. В каких-то случаях, ну, она греховна. Потому что, когда она расчесывает нашу гордыню, когда она способствует нашему самовозвышению, особенно, что называется, непочину, вот, когда, ну, когда ты хвастаешься, на самом деле не имеешь ни малейшего повода, ну, и на самом деле не являешься объектом вот этим хвастовства. Ну, а хвалиться крестом Господа нашего Иисуса Христа вполне-вполне достойно. Например. Или хвалиться скорбями. Собой же не похвалюсь, говорит Павел. Да, то есть, вот, ну, и так далее. Вот, собой хвалиться плохо, а хвалиться детьми хорошо. Ну, то есть, вы же не будьте пуристами, да, то есть, вот, опять же, вот, ошибка логической ложного объединения. Вот, взяли одно слово, назначили его плохим. Ну, так не бывает, язык так не работает. Значение слова, конкретное значение, вот, из множества оттенков семантического поля, конечно, обретается в контексте. Второй вопрос. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Иоанн 3, 19. О каком суде идет речь? О Божьем суде над миром в глобальном смысле. Бог – это ведь судья. Бог судит этот мир. Вот, и слово суд имеет значение управлять, решать судьбу, если можно, да, вот, судьба, само слово русское, суд Божий. То есть, это то, как Бог судил тебе, то, как Бог вот с тобой в конечном счете управится. Вот суд, судьба этого мира выглядит так. Пришел в мир свет, а люди возлюбили тьму. И в этом будет суд Божий. Тех, кто возлюбил тьму, те погибли. А кто верует в свет, пойдет к свету. Вот тот и будет спасен. Кто верует в Сына Божьего, и будет иметь жизнь вечную, а не имеющий вот такой веры, да, то есть не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вот и все. Не верующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Ну и смотрите вообще весь контекст третьей главы, где говорится о спасении, о погибели. Пойдем дальше. Третий. Термин искупления подразумевает покупатель. Кому заплачена жертва Христа? Вот, дорогой служащий, я вам, наверное, в восемнадцатый раз предлагаю, вот, поступите к нам на библейско-богословские вебинары. Ну, то есть вы задаете вопросы базовые, да, ну, на которые трудно ответить коротко, мне не то чтобы лень, ну, просто здесь нужно целую лекцию читать о том, что такое искупление. И вообще, скажем так, образы спасения и терминология спасения. Термин искупление не обязательно подразумевает покупателя. Вы поймите, что это образ. Это образ, который нельзя, которому нельзя бесконечно расширять аналогию, да, и искать соответствие в наших земных реалиях каждому элементу этой аналогии. Не важно, кому заплачена жертва Христа. Хотя, конечно, были мыслители, там, например, Анселин Кентерберийский считал, что жертва заплачена сатане. Но у всякой этой теории всегда будет, ну, вот образ, да, богословский, тем более образ, он никогда не претендует на соответствие земным реалиям во всех деталях, потому что всегда будет какое-то несоответствие. Всегда это какая-то гипербола. Ну, потому что если выкуп заплачен сатане, то Бог сатану обманул, получается. Он же отдал ему Христа как плату, а через три дня отобрал. Христос же воскрес, не остался в аду и в царстве смерти. Кто-то говорит, что, ну, скорее всего, если уж и говорить в таких категориях, то Христос искупил нас от клятвы закона, написано в послании к Галатам. То есть, жертва Христа была принесена проклятию закона. Да, вот если можно так сказать. То есть, вот закону справедливости Божьей. Если так. Но это, опять же, я говорю, это аналогию. Аналогию нельзя бесконечно расширять. Аналогия идеи, на самом деле, искупление, вот не важно, кому чего заплачено. Важен результат в данном случае. Ты теперь свободен. Ты был рабом, значит, греха. А теперь ты отпущен на свободу. И Бог тебе намекает, что надо бы стать рабом Божьим. Рабом праведности, как говорит апостол Павел. Ну и так далее. Теперь вы, освободившись от греха, вы не стали рабами праведности. Вот, потому что свобода в данном случае это выбор того, кому ты будешь служить. Или чему ты будешь служить. Потому что полная свобода без обязательств. Ну, такая безвоздушная, бездеятельная свобода невозможна, в принципе. Свобода всегда подразумевает, что у тебя есть выбор объекта, чему ты посвящаешь свою жизнь. И на этот выбор, значит, не влияют негативно никто. Ну и вообще не влияют, да. То есть вот Бог тебе освободил, и ты склоняешься перед ним. Потому что если ты этого не сделаешь, там, опять же, ну много, вот все образы цепляются один друг за другом. Войдут семь злейших, там. Ну, знаете же все это. Пойдем дальше. Вот тут пришло письмо. Очень длинное. Оно на самом деле не с вопросом. И вообще оно не было адресовано в рубрику «Один дубль». Но я попросил автора этого письма разрешения зачитать некоторые фрагменты из этого письма, потому что все это очень и очень актуально сейчас. Пишет мне вот тот самый Диакон, комментарий которого лег в основу последнего выпуска ЧПИ 55-й серии. Причем вот этот Диакон, ну тут он много пишет хороших слов в мой адрес. Я их не буду зачитывать. И, конечно, я не буду раскрывать его имени. Мне очень приятно, во-первых, то, что вот он написал. Ну, вопрос с проповедью снят, конечно, он понял и удовлетворен тут моим объяснением, не в этом смысле. Потом он описывает историю того, как он познакомился с моим служением. И опять много пишет незаслуженных каких-то комплиментов. Но я хотел зачитать немножечко другую, ну, небольшой отрывок из его письма, в котором он как бы невольно вопрос-то ставит, на самом деле. Вот он говорит о том, что впервые, значит, он вот познакомился, ну, с таким, условно говоря, с протестантизмом, с человеческим лицом, который раньше, которого раньше он не видел. Вот. И, наверное, вот с этого места я хотел бы зачитать. Я дорожу своей принадлежностью русской православной церкви, несмотря на периодическое выпадение скелетов из ее шкафов. Мне не хватило бы сейчас авантюризма на такие экклезиологические эксперименты, как переход или хотя бы даже участие в вашей Евхаристии, хотя к Елцаи у меня большая симпатия, о которой я и хочу засвидетельствовать. Как православный я должен был, настаивая на нашей институциональной самодостаточности, ставить под сомнение легитимность вашей Евхаристии. Но мне вспоминаются слова предтенча, обращенные к Саддукеям, которые также имели основание настаивать на своей институциональной самодостаточности. И не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвинуть детей Аврааму». Поэтому я хочу верить, что ваше Евхаристия приобщает вас распятому и воскресшему богочеловеческому телу Христа, хотя наша догматика воздерживается от однозначного ответа на этот вопрос. Для меня восточное православие все же является наиболее адекватным выражением христианства в истории. Предыдущее предложение написал не для вас, а для себя, чтобы не было ощущения, что я от чего-то своего отрекся, хваля ваше. Но поверьте, у меня нет даже имплицитного желания повлиять на вас, да это и невозможно. Откровенно говоря, в современной РПЦ меня, конечно же, не все устраивает, нам не хватает, ну, так перефразирую, хороших архиереев не хватает. Там, рам-рам, ну, все, в общем, ладно. Достаточно. Неважно дать вам. Пром-пром-пром-пром-пром. Почему я это все прочитал? Тут все это связано с вот этим конфликтом между русской православной церковью и константинопольской православной церковью, да. Вот, не дай бог, завтра прервется евхаристическое общение с Константинополем у РПЦ. Здесь у меня больше такое размышление вслух. Ну, а для затравки я скажу, что, допустим, два года назад прервано, разорвано евхаристическое общение между антиохийской и иерусалимской православными церквами. Просто разорвано. Нет евхаристического общения. Вот, но, вроде, оно нас не касается, где там Антиохия и Иерусалим. А, вот, РПЦ и КПЦ Константинопольская православная церковь, это, вроде, вот тут рядом. Вот, скажите, вот завтра, допустим, не дай бог, разорвалось евхаристическое общение. Кто православная церковь, а кто неправославная церковь? Вот, мне все время, мне хочется поговорить здесь о экклезиальности и границах церкви. Мне кажется, что настало говорить, настало время говорить о новой, что ли, экклезиальности, о новом подходе к ортодоксии, если можно так выразиться. Новое понимание того, что такое православие и что такое ортодоксия. Один клирик, значит, православной церкви меня спросил, а вот почему вы, собственно говоря, не переходите в православие? На что я задал ему вопрос. Скажите, а как можно из православия перейти в православие? Антоним слову православия? Ну, давайте подберем антоним к слову православия. Конечно же, это не баптизм. Антоним слову православный это еретик. Ну, или антоним слово православие это ересь. Вот скажите, ну, мы все понимаем, когда разорвется общение между Москвой и Константинополем, евхаристическое. Если, конечно, разорвется, не дай бог, подчеркну. Или когда разорвалось евхаристическое общение между Антиохией и Иерусалимом. Кто из них православный? Ни у кого сейчас ведь не повернется язык сказать, что православный, конечно, Антиохия, а Иерусалим не прав. Нет, мы можем говорить, спорить о том, что с канонической точки зрения более прав тот-то или сей-то. Но вот это должна быть, как Дмитрий Пахомов вот написал, должна быть сейчас создана некая новая вселенская система ортодоксии, которая от всех этих наших канонических притязаний, канонических территорий, в общем, от политики, далекой от христианства, вернется к сути термина ортодоксия, то есть православие. А суть этого термина заключается в верности апостольскому христианству, апостольскому преемству и, как это ни странно звучит, древним символом веры и богословию семи вселенских соборов, то есть неразделенной христианской церкви. Потому что как только мы разделились и утратили право на вселенский собор, то вот, значит, единственная вот эта вселенская система ортодоксии, она осталась там в первом тысячелетии. Что можно сказать о старокатолической церкви, которая вот сейчас, которая подписана на Таркоммунионс, Евангелической-Лютеранской церкви, Аугсбургского исповедания. Мы признаем каноны, значит, неразделенной церкви. Мы, которые, кстати, никто никогда не исполнял, будем честными, положа руку на сердце. Но мы, в принципе, с ними согласны. Мы, конечно же, все, вот, всеми руками и ногами поддерживаем оросы семи вселенских соборов. У нас абсолютно легитимное апостольское преемство. Даже, вот, если уж там на то пошло, мы, у нас нет филиоквы в некемо-цареградском символе веры. Вот. А теперь вот вопрос, а почему это мы не православные? Вы скажете, не подчиняйтесь нашему священноначалью, а какому священноначалью? Нам не нужно, у нас свое есть священноначалье, вот. Вот просто интересно, что вот этот, казалось бы, печальный повод, назревающий раскол между Константинополем и Москвой, и реальный раскол между Антиохией и Иерусалимом сейчас, кстати, да, он дает нам интересную пищу для размышлений. Вот я думаю, жил где-нибудь там в Британии 11 века какой-нибудь крестьянин, который ходил на мессу к своему священнику, и вот он ходил туда в 1052 году, в 1053 году, и вдруг в 1054 году в один прекрасный момент он перестал быть православным, ну, с точки зрения Константинополя. Всё, разорвали, да, ну, пусть не в 1554, пусть чуть позже фактически, но весть до этого крестьянина ведь и не дошла, скорее всего, он так до всей своей смерти и ходил к этому же священнику, и что же, вот этот священник стал в момент безблагодатным, и вот в тот момент, когда подписалась бумага там где-то далеко в Константинополе или в Риме, вот в тот момент человек был отправлен в ад, что ли? Ведь нам серьёзно нужно над этим подумать, зависит ли вечное спасение и зависит ли принадлежность к православной церкви от бумаги, которую подписали патриархи? Наверное, нет. Наверное, от этого зависят, да, политические отношения между церквами, от этого зависят, там, взаимоотношения с государством, канонические территории, но, вот смотрите, очень быстро, как вот сейчас показывает история, очень быстро, например, Москва может оказаться в изоляции, да, и с точки зрения Константинополя стать, ну, просто нелегитимной сектой, а вот Константинополь сейчас активно продвигает эту идею, что да у вас и не было Томаса на самом деле, да вы вообще самозванцы, да вы вообще самосвяты чуть ли, ну, не самосвяты, но, типа, не имели и права на автокефалию и так далее, и тому подобное. А Москва сейчас будет свои обвинения, значит, и, значит, обвинять в попизме, там, в поползновении на узурпацию власти, там, и так далее, и вот этих обвинений очень-очень много, значит, и мы видим сейчас, что за всем этим мы забываем главное, в чём суть православия. Антоним слова православный, это еретик. Еретик ли я? Нет. Я не думаю. обвините меня в ереси. Канонически, да, у нас вот нет, к сожалению, евхаристического официального общения с русской православной церковью, но мы его ищем, да, мы ищем. Я за интеркоммуниум, я за интеркоммуниум и с Римом тоже, кстати, нам нужно преодолевать этот раскол. Я за интеркоммуниум со всеми ортодоксальными, то есть, с людьми, практикующими ортодоксию и ортопраксию, да, то есть, со всеми ортодоксальными церквами, консервативными ортодоксальными церквами. Да, клирики их и даже архиереи их могут быть там замешаны в разного рода грехах. Это их дело. Это, ну, значит, их суд, да, то есть, если эти грехи нарушают закон, должны судить, их, конечно, извергать из сана, на то и канон и есть. Кстати, все, в общем-то, церковь защищена от всяких там голубых в митрах и так далее. И все-таки, вот, да, и скелеты, которые выпадают из шкафов, они у всех есть, у всех есть. Но это не повод нам обвинять друг друга в безблагодатности наших таинств при условии, конечно же, того, что все наши канонические требования соблюдены. Ну, да, то есть, и не надо нам вечно кочевряжиться, да, потому что, вот, был я там баптистом, например, и мне говорили, а у вас апостольского преемства нет. А значит, и вы там седьмой собор не принимаете вселенский. Хорошо, я принимаю седьмой вселенский собор. Ну, апостольского преемства нет. Хорошо, поищем, поищем. Опа, легитимное апостольское преемство. Смотрите-ка, к Петру восходящее через римских пап. Есть, да? Так. Ну, все равно вы не православные, вы сектанты какие-то. Ну, и начнется сейчас. А у вас календарь не тот, а у вас обряд западный, а у вас что еще, кафедра деревянная или пластиковая, как в рассказе Макса Лукада. Давайте вот при всем уважении, да, давайте все-таки смотреть на суть того, что есть ортодоксия и ортопраксия, кстати. Вот. Такие у меня размышления по поводу вашего письма. Извините, что долго и путано, но вот как-то хочется сказать, хочется об этом поговорить. Спасибо вам за то, что разрешили использовать ваше письмо как повод. Ну и наконец, последнее письмо и здесь три вопроса. Александр Димко интересуется. Здравствуйте, отец Павел. Я к вам снова с тремя вопросами. Первый. Как вы думаете, почему в молитве Отче наш не поднимается тема благодарности? Апостол Павел писал, что за все нужно благодарить и вроде как молитва самое лучшее время, чтобы выразить словесно свою благодарность Богу. Очень хороший вопрос. Если давайте разберемся с тем, а что такое благодарность? Это говорение хороших слов Богу? Ну, типа, спасибо тебе Господи, дай тебе Бог здоровья. Ну, как, что? Благодарю тебя Господи, дарю благо, спаси Бог, спаси тебя Бог. Ну, то есть, вот вспоминаются эти баптистские наезды на слово спасибо. Как можно спасибо говорить Богу? Нельзя же Богу спасибо, типа, сказать. Ну, это глупо, да. То есть, понятно, что слова дейти эмологизируются. Благодарю Бога. А что такое благодарю? Ну, что такое тема благодарности? Ну, как же нет в молитве Отче Наш темы благодарности, когда сама молитва Отче Наш это и есть благодарность? Само слово Ев Харис Тео благодарю, да, то есть, вот, Ев благая, да, Харис, да, радость, это выражение радости, выражение зависимости, лучшая благодарность ребенка, да, то есть, за все, это когда он со мной общается, когда он просит меня о чем-то, то есть, когда он выражает свое почтение мне, ну, это вот благодарность, почтительное отношение, Отче Наш, да светится имя Твое, да придет царствие, да будет воля Твоя, Папа, я хочу тебя во всем слушаться, да, говорит мне ребенок, это же лучшая благодарность, особенно, когда он не просто так говорит, а когда он действительно меня слушается, ну, то есть, вот, что такое благодарность, благодарность, это ведь не слова, которые мы говорим, так, Господи, спасибо, все свободен, ну, нет же, благодарность, это состояние сердца, если угодно, поэтому, я думаю, что, конечно, не о словах молитвенных, должен, ну, говорил апостол Павел, о молитве, как о благодарности, о жизни, как о благодарности, Богу, за все благодарите, то есть, это не означает, что нужно каждую секунду говорить Господу, спасибо, ну, сказано же за все, у меня сейчас муха мимо меня пролетела, должен ли я, вот, обязательно, Господи, спасибо за муху, Господи, спасибо, что у меня вот сейчас здесь салфетки лежат, спасибо, синтезатор у меня вот стоит, смотрите, у меня нож швейцарский, ну, глупо же, да, то есть, а если я какую-то вещь упустил из своего поля зрения, или, допустим, там, забыл за хорошую работу почек сегодня поблагодарить, или за то, что у меня левый глаз не дергается сегодня, ну, вы поймите, то есть, не по-фарисейски же к этому нужно относиться, да, а, ну, как бы вот, по-нормальному, да, и я уже не говорю, кстати, о том, что Евхаристео, Евхаристия, да, а может быть, еще и в этом смысле благодарность, ведь, собственно говоря, все вокруг Евхаристии, и хлеб наш насущный, это, конечно же, не только хлеб, который насыщает нас земной, но и хлеб, сходящий с небес, и это Евхаристия тоже. Пойдем дальше. Второй вопрос. Что значит, что сын ходатайствует за нас отцу? Например, 1 Иоанн 2.1 или Евреям 7.25. Речь о единократном принятии нас Богом отцом благодаря жертве сына или постоянном заступничестве за нас. Если второй, то непонятно, зачем это нужно. Неужели отец что-то про нас не знает? Особенно непонятно это действие выглядит, если принять ортодоксальную позицию о том, что воля является характеристикой природы, а не личности. В таком случае у личностей троится одна воля. Зачем тогда одной личности, не будучи в состоянии кинозиса, просить о чем-то другую личность? Так в том-то и дело, что ходатайство – это литургическое действие. Это действие искупления. И бесполезно спрашивать, один раз оно совершилось или оно многократно совершается. Это как раз вот свидетельствует о нашем таком неозападном, не говорю о неопротестантском, непонимании того, как вечность коррелирует с нашим временем. Вот только вчера в лекции по литургике я пытался втолковать всем моим студентам о том, что Евхаристия – это не ежедневное воспроизведение голгофской жертвы, потому что Христос один раз за нас пострадал. Евхаристия, вот Христос… Христос назван заклан от создания мира. То есть, вот это… Вы должны понять, что это действие на Голгофе произошло не в 33-м году первого века. Оно произошло в вечности. Это центр вечности. Это то, вокруг чего весь мир вертится, если можно так выразиться. Я помню, один проповедник очень хорошо сказал, то есть, если бы вы заглянули в календарь Бога, прежде, чем он творил мир, вы бы увидели, вот Голгофа, она обведена красным кругом, да, там, пять восклицательных знаков. То есть, всё было ради этого. И поэтому Евхаристия – это как раз прорыв времени и возвращение к тому самому единократному событию. Мы снова оказываемся на Голгофе. Вот посмотрите, по сети ходит мультик такой католический, что происходит во время Евхаристии, когда не только вдруг в хосте оказывается Христос, но вдруг раз, и мы все оказываемся на Голгофе, и ангелы склоняются перед Богом, и мы присоединяемся к словословию «свят, свят, свят», к Трисвятому, и мы вдруг оказываемся все там, да, то есть, вместе с ангелами, с святыми, с церковью, мы все вдруг на Голгофе, мы прорываем связь времён. И в этом смысле Евхаристия – центр всего суточного круга богослужений, как и День Господень, Воскресенье – центр недельного, седьмичного круга богослужений, а Пасха является центром годичного круга богослужений. Всё вертится вокруг этого, всё вот этот центр, неподвижный центр, вневременный. И в этом смысле и заступничество, и ходатайство за нас Отцу – это литургия, да, то есть, мы здесь постоянно нуждаемся в этом ходатайстве, здесь во времени, как Иоанн пишет, если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай перед Отцом. Но в вечности Он всегда ходатайствует за нас, Он всегда там. «Прости им, Отче, ибо не знают, что делают». Эти слова звучат и ныне. Вот они. Они звучали прежде создания мира. И звучат сейчас. И будут звучать. До скончания времён. Да, там, и так далее. И в вечности Христос будет носить титул распятого. Всё вокруг этого. Всё здесь. Ну, как? Поэтому вот это важно понимать. Мы живём здесь во времени. Мы изменяемся. Мы снова и снова грешим. Мы нуждаемся в крови Христовой, постоянно в теле Христовом. В том, чтобы наша смертность была исцеляема и исцелена. И если не так, ну, тогда мы просто еретики, которые говорят, что мы не согрешили. А в вечности, конечно, это всё, ну, единообразно. Вот. И вот то, что Христос со своей кровью входит в небесное святилище. Вот он один раз туда вошёл. Но литургия, вот, литургически здесь это воспроизводится постоянно. Потому что мы здесь во времени. Мы не можем зафиксировать, как это зафиксировано в вечности. Потому что нас всё время несёт время, уносит нас. И мы летим, как говорится. То есть, вот, мы зыбкие, а вечность, она вот твёрдая, алмазная. Мы всё время пролетаем сквозь неё. Мы должны обрести эту твёрдость. Об этом Льюис много хорошо пишет. Третий вопрос. На сайте православной энциклопедии «Азбука веры» в статье, посвящённой теме грехопадения, написано следующее первозданное. «Люди были нравственно чистыми и невинными. Их душевное и телесное состояние целиком соответствовало предначертаниям Божьим о человеке. Прародители не испытывали ни малейших бесчинных движений в душе, не имели стремлений к козлу. Вроде бы всё понятно и логично, но не могу найти хорошего ответа на вопрос, почему же они тогда согрешили». Очень хороший ответ на этот вопрос у Клайва Льюиса в Переландре. Перечтите Переландру, и вам будет всё понятно. Дело в том, что Адам обладает, конечно, святостью пассивной. Он не имеет жизни в самом себе. В этом смысле у него есть свобода выбора, которая не иначе реализуется, как с реальной возможностью злоупотребить этой свободой выбора. То есть, ты не имеешь склонности к греху. В этом смысле твоя свобода абсолютно на твой выбор не влияет некая природная твоя склонность. Но на неё повлиял выбор сатаны сделанный. То есть, и вот искушение сатаны. Тут гораздо более интересно, а сатанат почему упал? Вот на него точно никто не влиял. Сатану же не искушал никто, ну, вернее, Люцифера. Вот ведь как тут. Но и у него была свобода выбора, и он был абсолютно свободным существом, и у него была потенциальная возможность злоупотребить свободой. Потенциальная, которая должна была становиться и реальной тоже. То есть, иначе это была бы неподлинная свобода, которая имела бы возможность перейти из мира потенции, из мира идей в мир реальности. Это сложный философский вопрос. Мы на него так легко, конечно, не ответим. Нет лёгких ответов на сложные вопросы. Как у абсолютно чистого существа, каким был Люцифер, обнаружилась склонность выплючить свет. Отчасти это происходит из-за того, что мир не дуалистичен. Зло – это не антоним добра, это отсутствие добра, как тьма отсутствия света. То есть, тьму не надо творить. Достаточно выключить свет. У Люцифера была возможность выключателя. То есть, у него была возможность свет выключить. И он ей воспользовался. Он злоупотребил своей свободой. Ну, вот как-то так. На эту тему можно, конечно, бесконечно говорить, спорить и так далее. Ну, пусть будет так. Ладно. Хорошо. Спасибо вам за то, что вы все присылаете нам эти вопросы. И пусть Господь благословит вас. Я прощаюсь с вами. Не забывайте подписываться на... На что? Подписываться? Записываться в онлайн-центр подготовки проповедников, если Господь вас призывает. Еще есть время. Мы в октябре начинаем занятия, в первую пятницу октября. До этого еще есть пара недель. И нужно срочно уже успеть записаться. Пишите по адресу webpritchersobaka.yandex.ru И я вам вышлю инструкции. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире Христовом. Пока-пока.